Музыка Мы продолжаем наш рассказ о наиболее интересных уголках Балашихи. На очереди один из самых старых районов города, который появился после того, как была построена хопкопредельная фабрика. Это улицы Крупешина и Заречная. Музыка Именно здесь селились рабочие фабрики. Здесь же они проводили свой досуг. И неудивительно, что именно тут сосредоточенный памятник и здание, так или иначе связанный с главным градообразующим предприятием того времени. И главной фабричной улицей можно смело назвать улицу Крупешина. А получила она свое название в честь Андрея Крупешина. Родился он в 1900 году в Балашихе в семье потомственных текстильщиков. Жилось трудно, ведь у него было 13 братьев и сестер. Андрею удалось окончить лишь 6 классов. В 14 лет он пошел работать на фабрику. Как и большинство молодых людей тех лет, он принял революцию безоговорочно. И вскоре организовал клуб для подростков при фабрике. Неудивительно, что в 1918 году, когда был создан комсомол, первым руководителем комсомольской ячейки стал 18-летний Андрей Крупешин. К тому времени он трудился на фабрике уже в качестве ученика-бухгалтера. Однако вскоре глянул Грозный в 1919 год. Для молодой Советской Республики наступили тяжелые времена. Бьют световые ливни, нам пророчат беду. В 1919 году Андрей вместе с товарищами уходит на Восточный фронт и вскоре оказывается в воинской части под Казанью в качестве партработника. Однако боевая жизнь длилась недолго. Во время митинга в одном из приволжских сел на красноармейцев внезапно напали белые. Почти все коммунисты были зарублены. А Крупешин после пыток и издевательств жестоко замучен. Своё название улица получила 25 ноября 1968 года, к 50-летию комсомола. И личность Андрея Крупешина тогда как нельзя кстати подходила для нового названия. Он не только являл собой образец молодого человека с активной комсомольской позицией, но и был неким символом Балашикинской фабрики, поскольку большую часть своей короткой жизни посвятил родному предприятию. Вообще на этих улицах всё имеет отношение либо к фабрике, либо к советской идеологии, а часто и к тому и другому. Один из примеров этого – культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера». В начале своей истории это был фабричный клуб. Здесь для рабочих организовывались ёлки и концерты. В советские времена тут проводились партсобрания. Само же здание было построено в 1875 году. Не так давно культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» отпраздновал свой 10-летний юбилей. Сейчас это одно из ведущих и самых заметных городских учреждений культуры. Здесь постоянно проводятся концерты и организовываются праздничные мероприятия. Здесь же есть ещё два здания с немаловажной для нашего города историей. Одно из них – школа номер 8, которая раньше была четвёртой. Тут во время войны располагался госпиталь. А это дом номер 4, тоже примечательное здание. Тут в своё время располагался первый в городе пионерский отряд. Но это не всё. Напротив уже упоминавшегося нами Дворца культуры «Подмосковные вечера» располагается бюст Карла Маркса. Установлен он в 1919 году. Это вообще самый уникальный монумент в нашем городе. Один из первых, если не первый, бюст Карла Маркса в стране. Знаменит и автор монумента – Георгий Дмитриевич Алексеев. Прежде всего он знаменит тем, что он первым рисовал с натуры портрет Владимира Ильича Ленина. А также одной из первых скульптурных работ, посвящённых Ленину, это, кстати сказать, «Вождь призывающий», это, наверное, 21-й год, вот как раз работа Георгия Дмитриевича Алексеева. Строительство Балашикинской хлопкопредельной фабрики считается точкой отсчёта формирования посёлка, ставшего впоследствии городом. И этот фабричный район какое-то время, несомненно, был центром этого населённого пункта, что, естественно, не могло не оказать влияния на формирование его облика. Вообще о фабрике и обо всём, что с ней связано, можно рассказывать ещё очень долго. Возможно, мы и вернёмся ещё к этой теме. Однако нас ждут и другие интересные места Балашихи. Так что ещё встретимся на улицах города. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ